Что там за ядовитая жидкость, которая светится в темноте? Блядь, чё такое? Почему молоток на меня смотрит? Спасибо, пиздец, всё понятно. Вот такая вот, ребят, игра от азиатов о том, как жизнь напрямую зависит от заряда батарейки. Всем привет, друзья, с вами Болторез, и сегодня нас, я надеюсь, порадует новенький хорр. Ребята, новиночка, мартовская новиночка под названием Blood Relation, часть первая. Куски. Не знаю, ребят, о чём эта игра, единственное, что я знаю, что она, опять же, от азиатов. Азиаты могут пугать, если постараются. Новая игра. Ты пришёл здесь для нашей семьи. Что? Как ты можешь знать, что... Потому что какие-то духи... Они построили душу. Нужно какой-то экзорцизм провести. Что-то кто-то кого-то убил, нас прощают. Как долго она... Что-то там... Полмесяца... Давайте, ребят, это всё пропустим. Десять часов вечера. Какие-то, блядь, иероглифы. Время. Два к нулю. Что это такое? Что это за зелёная хуйня тут постоянно появляется? Press eye to inventory. Хорошо, нажимаю. Так, у нас есть какие-то ключи, у нас есть какая-то коллекция. За мной, ребята, зелёная полоска. Я не знаю, что она значит. А, это выносливость. Всё понятно. Нас там никто не преследует. Хорошо. Ага, и я ещё назад не могу идти, да? Ну, совсем охуенно. Ребят, я на S нажимаю, и ничего не происходит. Здорово. А, это был удар молнии. Всё понятно. Всё понятно. Очень здорово. Это, наверное, какая-то школа, какое-то учебное заведение, да? У нас фонарика нет. Контейнер впереди. Можно войти. Можно, да? А, нет, фонарик. Так, у нас есть. Я не могу это открыть. Следует найти что-то, что может это открыть. Ну, вот, ребят. Это нам подойдёт тоже. Есть сортир. С которым мы не можем взаимодействовать. Так, ну а теперь-то дверь откроется, нет? Нет. А, я должен как-то выбирать, или все наши предметы будут автоматически использоваться. Ну, вот ещё что-то есть. Хорошо. Ну, как бы и всё сейчас мы, наверное, должны. Подождите, а как я должен использовать предмет? Мне бы лучше игра об этом сообщила. Вот, вот, я подошёл к дверям. Нажимаю на инвентарь. Как мне в этом инвентаре выбрать ключ нужный? Я на что должен вообще нажимать-то? Я всё подряд тыкву, и ничего не происходит. Очень-очень странно. Так, ладно. Что сейчас было? Пиздец, вы серьёзно, что ли? Вот, я, ребята, просто шёл, шёл вдоль стены, он сам остановился и начал открывать дверь. Охуеть. У меня почему-то перестал работать фонарик. Я на F нажимаю, теперь не... А-а-а. Я понял. Это просто у нас такой хуёвый фонарь. Ладно. Что-то закрыло за мной дверь. Какой-то шаман это делает. Ну да, шаманам больше делать некую, как двери за нами закрывать. Надписи что-то там. Не поворачивайся. Ну ладно. Я не могу это открыть. Здесь, видимо, был лифт. Какой-то таз раздроченный. Батареечка. Хорошо. Ну, скорее всего, мы будем от кого-то убегать. Возможно, нам стоило посмотреть заставку, чтобы понимать вообще, куда мы пришли и для чего. Это какое-то недостроенное здание. Здесь идёт ремонт полным ходом. Ну, в дневное время, естественно. Потому что здесь какие-то тазики в них, наверное, цемент замешивают. На правую кнопку можно нажать и взять предмет. Определённый, да? То есть, таз я не могу взять. Хорошо. И здесь карт-кей. Хорошо. Куда этот карт-кей? Можно вот сюда. Прекрасно. Я бы, на самом деле, лопатку тоже взял. Это я что там подобрал? Какие-то ножницы, что ли? Что там в этих бочках, блядь? Что там за ядовитая жидкость, которая светится в темноте? Что я могу здесь взять? Ножницы, да? Почему молоток на меня смотрит? Здесь ещё батарейка. Странно, что мы не можем батарейку положить себе, я не знаю, в карман. А сразу вставляем фонарик. И почему я не могу взять вот этот акуительный топор? Мне кажется, это самая нужная вещь в любом хорроре. Я, блядь, подумал, это уже что-то руки тут отрубленные валяются. Ну, как бы, и что? И что? Зачем я вообще сюда пришёл-то? Мне теперь обратно, что ли, идти? А куда мне идти? У меня ножницы, да, были? Мы взяли ножницы. Возможно, с помощью этих ножниц мы сможем открыть вот эту дверь. Нет? Давайте попробуем тогда сейчас здесь по углам везде пройтись. Может быть, ещё какие-то мешки или что-то я смогу передвинуть. Меня смущает этот инвентарь. Такое ощущение, что я как-то здесь могу объединять предметы, но абсолютно ничего не работает. Хорошо. Нет, эти все помещения я... А, может быть, катушку надо как-то под... Лучно, блядь. И зачем? Зачем мы это сделали? Чтобы взять ещё одну батарейку? Ну, ладно. Не помешает оно вам. Под кроватью ни хера нет. Вот эти надписи, может, они нам о чём-то говорят. Может, нам этот мешок надо куда-то, я не знаю. Давайте вот здесь положим, рядом с мусором. Что-то... Что-то произошло. Что-то произошло. Блядь, я вот вообще, ребят, не понимаю. Я сюда подошёл, встал и нажал на Е. И что-то произошло. Вот у меня один вопрос. Это из-за того, что я на Е нажал? Или это что-то само, блядь, по себе происходит? Потому что, ну... Здесь вообще абсолютно нет никаких анимаций. Ну что Е? Ну я на Е-то не нажимаю, блядь. Ну что? Оказывается, на Р, блядь. А какого хуя-то буква Е тогда там горела? Что? Марка, мне нужно скорее отправиться на второй этаж. Вот почему здесь Е горит? Я на Е нажимаю, ничего не происходит. Нажимаю на Р. У меня есть ключ. Ой, блядь. Охуенное, ребят, у нас март начался. Ну хорошо. Отправляемся на второй этаж. Как я туда могу проникнуть? Ну, наверное, только через эту дверь. Теперь каким-то чудесным образом эта дверь открылась, блядь. Хотя я ничего не подобрал с последнего момента. Спасибо. Пиздец, все понятно. Кто-то там пропал. Это гора. Что-то там хранить. Какие-то, наверное, секреты. Нет, ну слушайте, ну это что за пиздец? Написано было в Стиме, что эта игра имеет английский язык. Где он? Где перевод этого ссаного текста? Еще одна батарейка. Вот это, кстати, мне пригодится. А то что-то слишком быстро садится все. И что мне здесь взять-то надо? Я даже приседать не могу. Ну, почитали мы записку. Взяли батарейку. Все, что ли? Обратно идти? Мне не нравится эта игра. Выпустите меня отсюда. Я хочу отсюда выйти. Скоты. Вот здесь какая-то шторка. А что там, блин, за ней? Я как-то могу туда не попасть. Куда теперь? Ну, хорошо. Давайте мы тогда вернемся, ребят. Может быть здесь что-нибудь еще откроется? Ага. А это было закрыто. Ну, как бы и я все равно здесь взять-то ничего не могу. Я так на всякий случай на Е и на R периодически нажимаю, потому что, ну, мало ли что. Еще я не могу понять, в чем прикол, что я не могу назад ходить. Давайте попробуем здесь еще немножко потыкаться куда-нибудь. Ну что? Ну что я должен сделать? Я здесь уже вроде все отсмотрел. Ребят, ну на самом деле это хуже загадок. У нас недавно была игра U-Toys. U-Toy. Там загадок пиздец сколько было. А здесь вообще ничего нет. Мы просто ходим, что-то ищем. В итоге ничего не находим. Очень скоро у меня закончится заряд на фонарике. Мы будем в полной жопе вот так вот бродить. Что я смогу в темноте... Блядь! Что такое? Где-то что-то зашелестело. Где что-то где шелестело? суки. Так, ну вот какие-то провода идут. Здесь оборванный. Может мне надо по проводу идти? Тоже кто-то оборвался. Так, хорошо. Что-то мне это уже не нравится. Получается, мы просто должны здесь ходить из угла в угол и ждать, когда что-то произойдет. вот так. Ну, хорошо. Я согласен. Но фонарик-то у меня сейчас сядет. Как-то очень подозрительно ложится освещение. Да, что-то здесь нарисовано, он говорит. Так, а как мне вот это вот все дело-то содрать? У нас в инвентаре вроде как лежали ножницы. Вот. Я каким-то хером это все могу срезать-то, нет? Куда мне нужно подойти, чтобы он что-то сделал? Все, ребят, фонарику пизда пришла. Ты умер. Вот такая вот, ребят, игра от азиатов о том, как жизнь напрямую зависит от заряда батарейки. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.